христос воскресе дорогие братья и сестры мы с вами читаем нам присылают информацию о том что то там то здесь заболевает коронавирусом монахи и монахини священники и даже архиереи есть даже умирают эта беда может постучаться каждому и поэтому государство предпринимает неординарные меры которыми регулирует возможность не только домашней изоляции но и безопасности отношений общения друг с другом наш статный священник отец дмитрий витошкин был приглашен одной женщиной которой удалили аппендицит для причащения потому что у нее в течение трех дней не спадала температура конечно священник пришел к ней домой но даже не знал и не знала она что она уже была заражена коронавирусом и батюшка исполняя свой священный долг исповедовать болящую заразился от нее коронавирусом я говорю об этом вам чтобы вы не пользовались какой-то дополнительной информацией это информация из первых да наш штатный священник заболел первое второе исследование на этот к вид 19 показали положительный результат батюшка находится сейчас больнице сегодня я разговаривал с ним и он сам сказал о том что температура у него нормализовалась но к вечеру немножко поднялась опять но состояние ощущения легких батюшка оценил как улучшающийся врачи которые сопровождают и мы посильно помогаем этому сопровождению отца димитрия говорят о положительной динамике нашего батюшки я прошу всех нас помолиться за него ну и конечно же быть внимательным друг к другу что касается нашего с вами храма узнав об этом конечно мы приняли все самые безотлагательные меры я издал указ по храму рождества христова которым все священнослужители на основании предписаний которые мы получили от роспотребнадзора до срока 14 дней а уже прошло 7 дней со дня госпитализации батюшки теперь нам остается еще семь дней посидеть дома на особом режиме карантина это значит что в течение этой недели дорогие братья и сестры богослужение в нашем храме приостанавливается до 7 мая понимая все необходимые действия в этих случаях мы в первую очередь провели полную дезинфекцию всего храма рождества христова я не знаю есть ли еще более дезинфицированный храм чем наш потому что сегодня провели дезинфекцию начиная от хоров верхнего предела нижнего предела алтарной за алтарной части и даже всех проходов и лестниц кроме того на территории дезинфекцию провели в киосках в чайной и трапезной я хочу сказать о том что на этот период храм наш при его проветривании остается открытым но прихожан я попрошу приходить и ставить свои свечечки в часовне на улице также будут работать киоски которые будут принимать записочки которые будут вычитываться и о здравии и за упокой будет работать над кладезня где можно набрать воды но и будет продолжать работать наша пекарня который печет вкусный хлеб мы получили рекомендации от роспотребнадзора которая выражена в предписании самое основное это самоизолироваться тем лицам которые были в непосредственном контакте с батюшкой ну и конечно мы все молились на пасху вместе с ним рядом и поэтому мы все и я как настоятель тоже вынужден теперь и к вам обращаться из дома в домашних условиях я думаю что мы будем выходить с вами на связь и держать вас в курсе после этого случая в нашей епархии создана такая специальная группа священников которые будут специально обучены пройдут специальную подготовку будут оснащены специальными защитными костюмами для входа к коронавирусным больным это будут священники из числа иеромонахов которых нет семей у которых нет детей нет матушек и поэтому на эти вызовы церковь тоже сегодня готовит свой ответ и сегодня я хочу еще раз напомнить вам дорогие что как врачи так и священники они идут туда где трудно и тяжело людям они идут туда где боль врачи помогают избавиться человеку от физической боли освященник идет туда где болит человеческая душа не забывайте об этом берегите своих батюшек особенно когда вы их приглашаете к себе и в завершении мне хотелось бы привести вам слова замечательного священномученика киприана карфагенского он жил в середине третьего столетия на его правление на его епископское служение выпало страшное испытание очень многие люди умирали от холеры и проказы вот тогда к нему обращались люди с вопросом а куда же смотрит бог ведь смотрите говорили неверующие и ваши христиане умирают и болеют наравне с язычниками на что священномученик киприан очень мудро ответил он сказал что христиане по плоти никак не отличаются от язычников и неверующих людей они отличаются от них по духу ибо если те кто живут на земле которая перестает плодоносить голодают то голодают и христиане и язычники те у которых прекращается источник воды и люди начинают жаждать то жаждут и одни и другие те которые плывут на корабле и попадают на скалы терпят кораблекрушение как и язычники так и христиане но христиане отличаются от всех остальных по духу потому что они веруют в свою жизнь за этим временным пребыванием на земле по духу они верят в победу жизни над смертью они верят в воскресение христа вот давайте дорогие братья и сестры и мы с вами согреваясь верою в воскресшего христа будем молиться за всех тех кто заболел сегодня этим действительно непредсказуемо себя ведущим недугом давайте будем помогать друг другу со вниманием и относиться друг другу с предосторожностью я всем вам хочу пожелать здоровья я всем вам хочу пожелать мира и терпения ведь так сказал наш христос терпением спасайте души ваши и претерпевший до конца спасется храни вас бог и пресвятая богородица я думаю что мы с вами пройдем это испытание и наверняка пройдя его станем ближе друг другу и что самое главное ближе к господу нашему иисусу христу который воскрес из мертвых и нам даровал жизнь вечную аминь воскрес из мертвых и на третьем воскрес из мертвых и нам даровал жизнь ненавидцем воскрес из мертвых и нам дар�동 в том числе и до сих пор субтитре еще